По традиции медицинское обследование начинается с профилактической лекции. Специалисты Центра медицинской профилактики дают активистам полезные советы. В этом возрасте люди подвержены заболеваниям, поэтому в первую очередь необходимо следить за питанием. Цель была показать именно схемку примерно, как сделать это нужно, чтобы профилактировать уже грядущее осложнение в форме ожирения. То есть все это упирается в образ жизни, который привносят наши волонтеры в свою семью. Один из уникальных диагностических методов – это биоимпедансный анализ состава тела. Он позволяет оценить риск развития или наличие различных заболеваний, определить биологический возраст человека, выбрать оптимальный метод похудения и уровень физической нагрузки. Кроме этого, каждый смог проверить артериальное давление, обследовать сердце на кардиовизоре и проверить работу дыхательного аппарата. Очень быстро, комплексно и очень оперативно так все делают. Сразу мы сдаем анализы, сразу результаты и сразу нам дают рекомендации. Я представляю, что надо делать. Сейчас группа волонтеров «Серебряный возраст» насчитывает порядка 80 активистов. Организации уже существует 7 лет. За это время они успели поработать на Олимпиаде в Сочи и Паралимпийских играх. Это действительно настоящий сплоченный коллектив, который расположился на базе одного из высших учебных заведений. Кроме этого, активисты тесно сотрудничают с администрацией города, участвуя практически во всех городских мероприятиях. Эту поддержку мы чувствуем по любому обращению, можно сказать. Я даже приведу сейчас пример буквально вчерашнего обращения. Вчера мы обратились к такой акции, как «10 тысяч шагов к жизни», где хотим призывать наше население, молодежь. И администрация тут же подключилась и сказала, пожалуйста, мы поддержим эту. То есть такой вот административный ресурс, который нам, собственно, сегодня помогает реализовать наши проекты. Медицинское обследование показало, что все активисты абсолютно здоровы и трудоспособны. Впереди у волонтеров два напряженных дня. 21 сентября они принимают участие в праздновании освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков, а уже 22-го помогают в организации праздника «День города». Руслан Душевский. Анапа. Регион.